Это выставка, детская выставка победителей лауреатов художественных школ Харьковской области и города Харькова Надежды Слобожанчиной. Еще раз повторюсь, что на выставке представлено два конкурса. Один – всеукраинский, работа всеукраинского конкурса в первом зале, посвященном Шевченковским дням, обеднаемося же, браты мои. А второй зал посвящен областному конкурсу «Солодки святого життя», посвященному 120-летию нашей любимой бисквитной фабрики «Бисквит-шоколад». Здесь представлены работы двух возрастных категорий – старшая и младшая. Ирина Николаевна позже расскажет о разнообразии художественных школ в нашем регионе. Это действительно не каждый регион может похвастаться таким богатством. И я бы еще раз напоминаю, что у нас формат свободного диалога. Если у нас возникают какие-то вопросы, какие-то темы, не стесняйтесь, задавайте нашим участникам нашего диалога. Главная соорганизатор этой выставки я хотела бы представить Толочка Ирина Николаевна, сотрудница областного научно-метеорологического центра повышения квалификации. Также я бы хотела представить Наталью Сергеевну Денисенко, преподаватель школы Репина. Татьяна Петровна Беларусь, вторая школа Левченко. Также Канита Людмила Евгеньевна, простите, не помню, какая школа. Гудянская школа. Гудянская школа. И также у нас преподаватель Пивоварова Лариса Николаевна. Она с предстоит преподавателем. Я вам сразу хочу сказать, что я безмерно вам благодарна за то, что вы делаете, потому что я считаю, что ваша работа это очень-очень-очень-очень важно, потому что вы помимо любви к прекрасному в детях развиваете и логику, и эрудицию, и много-много всего другого. Я думаю, мы об этом поговорим. А сейчас я хотела передать слово Елене Николаевне, потому что то, чем занимается Центр учебного повышения квалификации на работе культурно-осветные занятия. Школа искусства. Да, школа искусства. Потому что название действительно сложное. Но я уже 5 лет. Не могу. Чего говорить. Чего говорить. И, конечно, все это организовать, собрать, должным образом представить. А Ирина Николаевна не просто знает каждого, а каждого, не только преподавателя, поименно, чем занимается, какие работы делает, где преподает, а еще и детей. А, вот там у нее одни детки такие-то работают. Можете себе представить, какой-то объем, сколько информации нужно держать в голове. А, зная Ирина Николаевна, ее отношение к работе, она этим живет и хочет, чтобы все было на самом высшем уровне. Спасибо. Я хотела бы один из первых вопросов вам задать. Немножко расскажите о школах в нашей области, чем они отличаются, какие есть, ну и то, что еще посчитаете. Спасибо большое. Совершенно отдельное, замечательное направление в методическом центре – это именно художественное образование. И Харьков, да, был, есть и будет в лидерах в Украине. Годы идут, а Харьков остается лидером. У нас семь художественных школ в городе и области, и почти все школы музыкальные, просто они не меняют статус, названия, музыкальные, школы искусств, есть разные названия, все имеют художественное отделение. Да, конечно, уровень разный. Есть очень крепкие художественные отделения, есть где-то слабее, но они работают над собой. Некоторые просто, может быть, еще не нашли свое лицо в этом пути. Но прогресс, безусловно. Вот сегодня изменилась, почему я как бы в последнюю минуту примчалась. Так получилось, что просто произошла накладка, я не могла не пойти. Одна из наших молодых школ, самых молодых в Харькове, школы искусств номер 6 на лексике, все знают, да? Вот она в стадии, скажем так, становления. Но сегодня они закрывали проект, их художественное отделение сделало выставку на Дворянской. Очень престижная площадка, совершенно замечательное там все. Но мы стояли с Тамарой Михайловной, удивлялись и радовались, какой прогресс наших коллег. Когда открывалась школа, буквально первый-второй год, мы пришли, исключительно показывали только работу декоративного поклонного искусства детей. Ну, скажем так, кружковой уровень, это естественно, потому что в начале пути прошло 7 лет. Сегодня замечательные работы, грамотные и графика, и академические, и какие-то творческие уровень очень хороший. К чему это, говорю, Харьковская школа художественная, с большой буквы, действительно остается в лидерах. Вот как были у нас в свое время, мы даже с детьми занимались, и продолжаем заниматься интеллектуальными соревнованиями, олимпиадой. И даже в 11 году у нас была тема Киевская, Харьковская, Одесская школы живописи. Дети анализировали, сравнивали, и так радуют по-прежнему впереди планеты всей. Даже в каком плане сложно, в нашей стезе, в искусстве, очень редко, к сожалению, появляются интересные работы методические, или учебники, по сути. В силу объективных и субъективных причин, и программы, и так далее. Ну, естественно, и мы всегда рассчитываем и ждем от столицы, от Киева, от Держанного мотоцентра. И этого нет, и этого нет. Это нам сделайте, это нам покажите. Ну, так ничего не дождавшись, мы обращаемся к нашим преподавателям, ведущим, которые могут, знают и делают это. И вот буквально вчера мы забрали, это вот новинка, которую еще и наши уважаемые специалисты в руках на Держане, мы успели за них забрать. Я вот сегодня показываю, это то, что мы будем предлагать только в Харькове. Нигде в Украине этого нет, а в Харькове уже есть. Одна наша проведущая специалиста рейтинги, Тамара Степановна Масема, сделала методическое пособие по рисунку живописи и композиции треснанные академической дисциплины для первого класса, так как это должно быть в полном соответствии с Держанным требованиям, часы, все-все-все было сделано. Если до этого внутри школы был сделан учебник, который соответствовал и сведению, и количеству часов внутри школы, а рейтинга на тот момент имела свой учебный план, то на сегодняшний момент сделана вот так, как это должно быть на уровне государства, и преподаватель любой школы, любого профиля взял и может работать. А параллельно преподаватель Чугуевской школы, ну так случилось с волей судеб, и Тамара Степановна очень плотно связана с Чугуевым, потому что она там родилась, и вот ее давний друг, как выяснилось, преподаватель Чугуевской, и там, и там школы имени Репина. Как бы дополнение, просто так звезды сошлись, мы не делали это специально, но так удалось. Она сделала тоже для трех академических дисциплин, рисунок живописи, композиция первого класса, календарно-тематические планы с методическими рекомендациями, опять-таки с полным соответствием всем государственным требованиям. То есть и в этом направлении все в Харькове есть. Доводилось мне недавно общаться с моими коллегами, державный центр собирал преподавателей изобразительного искусства Украины, и я вижу, что в Харькове в таком отрыве по всем направлениям, радует, что есть специализированные художественные школы, радует, что есть художественные отделения очень разные. Вот, например, сегодня, спасибо, нашла время Людмила Гинна-Пенида, директор, и ее ведущий преподаватель Лариса Николаевна с нами, они из Будемской школы народного мастерства, уже в самом названии заложено очень много. Почему? Потому что возникло у нас, двигаемся все время, к чему-то двигаемся, и мы несколько лет назад говорили о том, что мы стараемся развивать, отслеживать и давать возможность преподавателям и детям развиваться в направлении декоративного и прикладного искусства, академическое искусство, старковая живопись и интеллектуальное развитие Олимпиады по истории искусств. Опять-таки, проект, который присутствует только Харьков. Сейчас Держан Матуцент, Киевский, на базе Щерцовской школы искусств, собирал преподавателей по истории искусств буквально неделю назад со всей Украины. И они в начале пути связались с нами, говорят, мы в принципе ставим вопрос, как организовать этот учебный процесс. Нет ни учебников, ни пособий, ни наработок, ничего. Мы хотя бы соберемся, поговорим, ну как, с чего начать. Мы говорим, нам неинтересно, мы даже нашим педагогам не будем давать эту информацию, кому-то ехать, за свой счет и все это организовать, потому что наши уже так далеко в пути, не то что первые шаги, уже 12 Олимпиад состоялись. Мало того, уже мы уходим от каких-то общих тем. Следующая тема будет очень интересная. И уже касаясь следующего учебного года, мы вводим дополнительные Олимпиады. Олимпиада по истории искусств будет очень профильной, связанной с жанрами. То, что трудно, это под силу только тем школам, где уже системно занимаются предметом. Еще 5-7 лет назад у нас были проблемы, педагоги, что дети не всегда хорошо ориентируются в жанрах, в специфике. На сегодняшний момент мы видим, дети готовы. То есть и тут прогресс безусловный. Мы уже подошли к тому, что нашим преподавателям надо дать возможность, и мы готовим, уже мы этим занялись, подготовить и провести международную конференцию по обмену опытом и знаниями именно в этом направлении. Уже мы связались со своими коллегами из многих стран. Нас с удовольствием услышали. Мы надеемся, что получится этот проект. Мы договорились с несколькими нашими ведущими культурными заведениями. Библиотека Станиславского много очень интересной темы. Литературный музей, художественный музей. Все задействованы в этот проект. Все это будет сделано. И еще один интересный момент. Несколько лет назад мы задумались, что в Харькове с большим уважением, в принципе, относятся к творчеству и к наследию творческому и народному, профессиональному, в принципе, украинскому. И так получилось, что доля же в Харькове очень хорошо знает и умеет в Центрской роскости. И у нас есть фунтовный центр, еще один на Пушкинской, где идут системно мастер-классы. Прекрасные специалисты. Вакуленко, он и его жена Тамара, великолепные специалисты. Они эту стезю знают и наши, познали все это. Но я знаю свой контингент преподавателей. Они хотят новую жажду. То есть, они это освоили, им надо двигаться дальше. Это уже дамы знали, но мне интересно, что дальше. Но тут стал вопрос. Почему мы, имея такой гениальный пласт в прошлом, как пудянский роспорт, по какой-то причине, наверное, невнимательности, поддерживаем, развиваем бренд, в общем-то, Днепропетровское наследие. И теряем совершенно уникальное, которое аналогов не имеет пудянский. И мы вдруг поняли, что это кошмар ужас, это невозможно, это неправильно, так не должно быть. Поэтому ближайшие два, три, я не знаю, сколько лет у нас на это уйдет, но это отдельный такой серьезный проект, которым мы будем заниматься на всех уровнях. С детьми, с преподавателями, с нашей общественностью, с нашим историческим музеем, художественным музеем. Даже библиотека схватилась за эти темы, потому что, да, это будет неправильно, помогая, поддерживая, сохраняясь, поддерживая. Да, и галерея, мы надеемся, в вашем лице мы поддержку встретим, потому что это очень нужно. Потому что мы очень любим, уважаем всех наших специалистов, они очень разные. Но в этом и прелесть, когда есть академическое образование, есть такое, есть вот другое. Потом я, извините, но очень рада, что у меня на сегодняшний день нету вот лидера одного, который в таком отрыве не до себя был в школу. Были и такие времена. Если говорить о Харьковской сегодняшней, ну, городе Харькова школа, то вторая, относительно молодая имени Левченко, да, они столько усилий приложили, они настолько поднялись, они настолько раскрылись, что они уже создали хорошую, здоровую, творческую конкуренцию нашей реппинги, которая долгое годы была лидером. Это наша база во всех отношениях. И по принятию нас, по проведению мастер-классов, семинаров, материальная база, моральная база, методическая, они навсегда выручают, когда мы принимаем гостей из других областей. А по жизненным обстоятельствам мы сейчас поддерживаем, принимаем довольно большую группу специалистов из Донбасса. Они у нас проходят курсы повышения квалификации, мастер-классы, семинары, опять куда в реппингу. Буквально индивидуально работают. Буквально все, что интересно, индивидуально, все их берут за руку, ведут по школе, им очень много внимания. Поэтому я благодарна коллегам, что открыты, открыты к тому, что им есть чем поделиться. Я со своей стороны, сегодня вот мы с Тамарой Михайловной думали, надо сделать еще какой-то интересный проект, что да, возможно, с нашим коллегам выразиться на всеукраинском и на международном уровне, потому что они не просто заслуживают, мы просто обязаны сделать все, чтобы их знали и уважали. Ну и поскольку мы находимся в галерее, вот тот пять лет назад проект, который мы затронули по творчеству именно педагогов, как художников, то, что они замечательные педагоги, мы знаем, они доказали. И каждый год количество побед наших детей, всех уровней, очень много тут совершенно честно, заслужено. Теперь я, конечно, радуюсь, что у наших детей будет возможность еще не только по художественному управлению, а по интеллектуалам показать, что опять-таки именно харьковские дети все знают на всех уровнях областных, международная физика, химия, математика, украинские, русские и пальцевых, вакурии, все дисциплины гуманитарных точных наук, но и в искусствоведении. Наверное, корни идут оттуда, что именно харьковский в свое время университет, первая школа искусствоведов, то ли уже это генетически в наших детях и педагогах. Не знаю. Наша задача поддержать и развивать. Поэтому планов громадью, вопреки всему, трудно, нетрудно, будем стараться поддерживать. И я бесконечно благодарна педагогам нашей. Не отказываются, не жалуются, очень отзывчивые, очень открытые, очень разные и очень доброжелательные. Я сравниваю атмосферу общения художников-педагогов, допустим, с художниками-профессионалами, которые не занимаются работой с детьми, а занимаются только творчеством. Ну, у нас это просто великолепно, абсолютно комфортно, абсолютно ни разу при мне не было, чтобы кто-то попытался некорректно что-то, коллеги, по ходу его и работы, или детей. Или что-то, мы же тоже не боги-горщики обшигают. И метод-центр тоже надо направлять и подсказывать, куда двигаться и как двигаться. И понимаю, что не только можешь оказать помощь, но и получить в любой момент профессиональную поддержку и помощь. И вот мы в этом взаимодействии будем двигаться дальше. И еще одна я очень рада. Уже дали согласие педагоги, наши ведущие методисты, которые не будут больше ждать милости от природы. И когда нам напишут какую-то программу или методическую разработку, а будут это делать сами, мы будем делать. Или делиться с Украиной, пожалуйста. Наши люди могут все. Вот здесь нападки. Это, да, это так. Вот попробуем еще. Такой щекотливый момент, не знаю, ну так, аккуратненько коснусь. Да, к сожалению, на сегодняшний момент по разным причинам, объективно, в первую очередь, город, ну извините, лучше поддерживает, чем область. Наверное, по объективным причинам. Но при этом город не отказывается воспринимать вот нашу общую семью, преподаватели эстетических направлений, не делят, что вот это вот наши городские, и мы им поможем, и мы им там что-то дадим, а вот это областные, пусть как хотят. Нет. И на днях такие интересные есть переговоры, как боимся что-то сглазить, но если все будет складываться, только в тандем, я думаю, мы будем двигаться лучше вперед. Все-таки не настолько нас много, по большому счету, и мало, и вместе с тем немного. Ну, 80 школ эстетического образования в городе, области, это, в общем-то, небольшая относительно семья. Но художественный отдел растет, растет и растет. Вот на сегодняшний момент по-прежнему, может быть, не хорошее слово, но очень точное, очень модно заниматься изобразительным искусством. Детям. Ну, дай бог, чтобы эта мода как можно больше прожить. Ну, это здорово, и нас это радует. И мы будем искать какие-то новые проекты, новые задачи. Будем стараться куда-то двигаться. Спасибо большое. Я, если можно, сейчас хотела бы пару слов услышать от каждого из преподавателей, потому что для меня всегда было очень важным вопросом, с двух вопросов, то есть, звучит мой вопрос. Первое – это с кем легче, проще заниматься? С младшей группой или старше, с взрослыми или младшими людьми? В чем отличие, и есть ли вообще какая-то разница? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса – что для вас, как преподавателей изобразительного искусства, самый негативный фактор в плане нашего, может быть, даже политического какого-то настроения? Ну, это даже дело не в политическом, а какие негативные факторы? Скорее общественное что-то, да? Ну, такое социальное остановки. Да, наверное. Да. Какие негативные факторы, и как бы вы себе их видели, ну, их поправить? Ну, первое, по поводу возраста. Ну, первое, это понятно, а второе я затрудняюсь ответить. Давайте тогда по-первыхому. А мне кажется, социальный, вот в этом талант наших педагогов и детей, смотрите на работу. Да, потому что сейчас очень, ну, опять же, с одной стороны, это правильно, это должно быть, очень развивается патриотическое настроение. Но тут очень важно не переборщить, на мой взгляд, потому что иначе это получается неинтересно, скучно. Вера Александровна, дорогая, спасибо вам, что вы задали этот вопрос. А вот то, что мы хотим поддержать, пытаться возрождать, извинись, будут, вот в этом и есть патриотизм. Да. А вот то, что наши педагоги ходят каждый день на работу, что там по радиотелевидению не говорят? Вовремя, не вовремя заплатили зарплату, а не на работе. Сейчас у нас часть школ, ну, если уже вы его коснулись, так сложилось в июне, кстати, городских, областных, при всем при том, что я их перед этим хвалила, ушли за свой счет на две недели. Вам озвучивать не буду. Ни один из педагогов не пришел ко мне мрачный, угрюмый или агрессивный и что-то так, ну, все все понимают. Ну, такое нам досталось временно. Это есть. Ну, вы посмотрите, это, вот я считаю, и педагоги наши, вот поверьте, столько сделано, никто себя не пиарит, когда надо было. Просто, да. Я вижу, Людмила Евгения идет, вот с таким болотом. Вы из души, извините, вырвать творчество. Как? Да, это возможно. Поэтому тут, независимо от того, что в обществе происходит, оно все равно сидит у нас и в наших детях. А отношения к детям, мы пострашивали, да, младших, предродных, но абсолютно, я думаю, одинаково мы относимся и к старшим детям, и к младшим, просто немножко по-разному они уже мыслят. Если малыши приходят, мы стараемся не ломать их видение. Это настолько интересно, когда, если приходит уже ребенок, например, к нам в 6 лет или в 12, да, это две разные вещи. Когда в 6 лет ребенок приходит, он рисует то, что он понимает, как он ощущает все происходящее вокруг него, как он видит. Вот в 12 лет у них немножечко уже начинаются штампы в компьютере, в мультфильмах, в кино видят, понимаете? И они уже рисуют какие-то мультяшные герои, а малышей нет, они еще пока этого не то, что не осознают, но они еще пока этих штампов у них нет. И с ними настолько интересно работать, даже мы у них чему-то учимся, вот у этих малышей маленьких, вот какой-то декоративности, да, вот какого-то, наверное, какого-то, не то что минимализма, а вот какой-то элементарным каким-то вещам, вот, поэтому я думаю, что, а насчет вот социума, наверное, да, вы отспрашивали, второй вопрос. Вот я хочу сказать, что мы, конечно, всегда у нас вилки бегут, когда мы видим городские школы, какие они красивые, вот, вот вторая школа, у них там замечательный сейчас ремонт идет, вот, но я хочу сказать, что, а мы поселок, вот, и у нас контингент небольшой школы, потому что у нас и в поселке детей не так много, как в Харькове, извините, но тем не менее, эта школа должна быть в поселке, потому что это поднимается культурный уровень и детей, и наших родителей, и нашего населения, да, вот, поэтому, да, вот, наоборот мы стараемся привить детям, чтобы наши поселки были краше, лучше, может быть, вырастут будущие дизайнеры, архитекторы, которые сделают лучше и краше наши поселки и нашу Украину, вот, поэтому я считаю, что несмотря на то, что мы поселок, а мы тянемся городским школам на уровне идем с ними, я хочу сказать, я всегда вот, мы имеем свое лицо, да, и свое лицо имеем, благодаря тому, что у нас был завод, к сожалению, сейчас его нет уже, да, но благодаря когда-то Матвея Сидоровичу Кузнецова, который основал и построил этот завод, у нас есть свое лицо, вот, и, кстати, вот на этой выставке мне многие преподаватели других школ подходили и говорили, вы знаете, вот настолько ваши работы всегда узнавали, вот всегда узнавали, это очень приятно, я это люблю, чтобы, не дай бог, вот все были одинаковые, я смотрю, все равно все школы разные, у всех все равно есть какое-то свое направление, потому что и преподаватели все разные, у нас вот такие вот, я хочу сказать спасибо нашей Ларисе Николаевне, недавно у нас появилось, у нас очень много появилось нового, благодаря с приходом этого преподавателя в школу, у нас много направлений появилось, потому что у нас была керамика на первом месте, но, извините, закрылся завод, мы обжигали, мы бесплатно обжигали керамические работы на заводе, сейчас этого, к сожалению, нет, но спасибо нашей администрации, нашего Харьковского района, они нам пообещают в этом году печь для обжига, то есть уже у нас, уже немножко будет новое, еще направление уже больше, мы будем развивать нашу керамику, потому что мы лепим, делаем с детьми работы, обжигать мы не можем, мы как бы складываем, складываем эти все наши, 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 наши работки сделанные, вот, обжигать, вот, наконец-таки мы все-таки будем, вот, и даже мастерскую вот хотят сделать, вот, это все будет в этом году, вот, мы, несмотря на то, что настолько тяжело в стране, настолько материально все тяжело, но, вы знаете, хочу сказать, за последние 2-3 года у нас и ремонт сделали, и мебель, кстати, после аттестации, да, у нас появилась новая мебель, поэтому мы в гости с удовольствием приедем, спрашиваем, ну что же так после аттестации, я говорю, слава богу, хоть после дизлата, главное, что она есть, и по нашим чертежам и проектам сделали, то есть на заказ, это замечательно, хотя вы поселок, вот, понимаете, не город, да? А есть еще один момент, извините, я дополню, я бесконечно благодарна к второму вопросу, который сложен, конечно, да, социум, сегодняшние дети, бесконечно благодарна всем преподавателям, как сотрудник метод-центра, методист, как мама, как бабушка, что у нас, у наших преподавателей, не присутствует негатива и проецирования в детские души пугалок и негатива, вот умеют правильно, правильно настроить, посмотрите на эти работы, последние два года много было конкурсов и самые разные, и не было работ перегруженных, ну буквально единицами, темными кралсками, каким-то там негативом, еще чем-то, значит, умеют настроить детей, правильно относиться к жизни, видеть в жизни красивое, ценить это красивое, беречь, об этом думать, потому что вот эти дети не зависят, что будет завтра с Украиной, со страной. И вот это, в этом есть истинный патриотизм, любить Харьков, любить слабожанщину, постараться сохранить в Будах этот роспись, постараться сохранить вот эту нашу замечательную Харьковскую академическую школу во всех ее направлениях. Вот это самое главное, над этим надо заниматься, я этим занимаюсь. А по поводу Будянского росписи, действительно, давайте организуем какие-то встречи или мастер-классы, потому что буквально со следующей выставки, это, к сожалению, у нас уже заканчивается, потому что это действительно очень много. Я хочу сказать, что у нас уже еще появился один преподаватель молодой, которая 8 лет проработала на Будянском заводе живописцем, и вот сейчас она, кстати, очень профессиональная, и вот буквально завтра к нам приезжают снимать видео с администрацией Харьковского района, наша начальница отдела культуры, они хотят взять под охрану ЮНЕСКО на Будянскую роспись. Вот они сейчас готовят ваш материал. Хорошо, что мы не опоздали. Чуть-чуть, мы не опоздали. Они хотят организовать вот такое дело, сейчас собирают материал обо всем этом, и вот завтра хотят снять видео пока для отчета перед администром. Мы продолжаем копать, и вот такой класс колоссальный Харьковская художественная школа, что столько именем, и имя за именем, имя за именем, и, допустим, я со своими коллегами сейчас, естественно, готовим следующий учебный год, и я сегодня разговаривала с художниками других школ, вот там седьмая-пятая, собралась группа тоже очень талантливые, интересные художники, работы которых попадали всегда на экспозиции, когда мы делали наши выставки. И я сказала, вы знаете, мы подошли к тому моменту о развитии межпредметных связей. Когда я буду приглашать одновременно в аудиторию, например, и хореографов, и художников, потому что когда мы касаемся харьковской культуры, такие интересные имена, которые связаны самым плотным образом, невозможно просто их отделить, когда это Каримская, Дудинская, и когда связаны там имя за именем тот же Дягилев, Чайфовский, Рахманинов, Лефарь, и все это выстреливает. И я говорю, чтобы наши дети знали, что самый первый Оскар в Голливуде изначально получила харьковчанка, Каринская, Варвара Каринская, что все замечательные костюмы невероятные, все дети и их родители знают Клеопатру и все эти лучшие голливудские, сделанные нашей художницей, модельерой Харьковской, Каринской. И до бесконечности выстраивается вот эта интересная линия. Задаю вопрос детям-хореографам. А кто придумал пачку? Ну все знают, что ассоциация балет – это пуанты и пачка. А кто автор пачки? Смотрят, почему-то начинают думать о Франции. Ничего подобного. Опять-таки харьковчанка придумала это. Потом, кто дал толчок вот этим сегодняшним знаменитым парижским сезонам моды? У всех сразу ассоциация. Что если моды – это Париж? Ну потом следом где-то подтянулся Милан, Лондон, там еще кто-то. А изначально кто? Наши люди – Дягилев, Каринская, Дудинская – приехали, подняли этот Париж. И парижане бегали с блокнотом и делали эскизы, зарисовки с работ наших художников. Почва, да? Почва какая, и просто надо это вспомнить. И я считаю, не надо, это ложное чувство стыда об этом, не говорить и не напоминать. Ну как это? А на сегодняшний день, ну такие у нас интересные, чего еще очень мне нравится, я очень люблю, что наши профессиональные многие художники приходят в школу преподавать. Очень разные. Скажем, в репинге Алексея Николаевича Лесенко, кто его не знает. Да, один из ведущих сегодня имен, это такой столб современной украинской живописи. При этом современный человек, член Дуримея и всех. А во второй школе, вот обязательно Татьяна Петровна, мы лучше о школе расскажем, но привлекли туда Вадима Исаковича, да, Холтуна, тоже совершенно другой, современный, потрясающий, интересный художник. Сама Татьяна Петровна очень интересный и многогранный специалист. То есть, допустим, когда мы с ней познакомились много лет назад, мне показалось, что она просто великолепно и прекрасно владеет декоративно-прикладными, одна из лучших специалистов по батику в Харькове. Вот, кто знает, кто не знает. И я так думала. А потом, когда мы коснулись в прошлом году академических, просто учебных, выяснилось, что и это легко и просто. И очень хорошо, что у нас на сегодняшний день нету вот это профессиональные художники, они живут своей жизнью, куда там двигаются, развиваются. А вот это отдельно музей, а вот это отдельно галерея, а вот это отдельно школа. Харьков отличается тем, что есть вот такой вот хороший синтез. Сейчас все это выстроено. Очень хорошее сейчас у нас дружеские отношения с художественным училищем. Вот последние 5-7 лет Константин Юрьевич во главе. Он очень открыт. Мало того, он просит и говорит, методический центр, не ленитесь, вы ездите по городу, области, вы просто больше в силу своей работы общаетесь с педагогами и детьми. Если где-то мелькнул талантливый ребенок, и по какой-то причине нет у него возможности себя показать, раскрыться или что-то, потому что очень сложная ситуация. Я говорю, я вас прошу, давайте, давайте. Он берет под свое крыло. Сколько детей прошло через его руки при мне. Поверьте, совершенно бесплатно, в свое личное свободное время, в своей мастерской в центре. Просто он берет ребенка зимой и дает ему возможность, помогает, учит, натаскивает. Тут же чайник закипает, тут же какой-то бутерброд, чтобы ребенок попытался найти себя, найти свои силы, как-то раскрываться. А потом мы приходим в училище, и бегут студенты мимо. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ох, батюшка, это оттуда, это оттуда, это Репенко, это вторая школа, это Изюм, это Чугуев, и все они такие разные. Это здорово. Спасибо большое. Еще такой у меня вопрос есть. Ведь на преподавании по программе правильно работают и темы, которые даются, это программа. Ну, обязательно. Но ведь дети все разные, и я знаю, что далеко не всегда ребенку интересна определенная тема, которую дается. Как вы справляетесь с этим вопросом? Как вы заинтересовываете ребенка в том, что это интересно? Татьяна Петровна. Талантливый педагог, блестящий мастер-художник. Видите, живет хромный человек. А очень много знает и умеет. Так еще и методист грамотный. Потому что те методические работы, которые попадали ко мне в руки, и тут абсолютно все грамотно, выстроено, информативно наполнено, так глубоко, так, ну, она любит фундаментально. Если уже есть исследованная какая-то тема, так это будет в два раза толще, так, по-серьезному, но зато фундаментально. Не, ну, вы меня так расхвалили, спасибо большое. Ну, да, ведь... Это ж просто начатая аспирантура, а не закончена. Я все готовлюсь, готовлюсь и собираюсь с мыслями. Закончим. Да, на самом деле сейчас дети владеют таким, такой массой информацией, что очень часто дети приходят и говорят, а давайте сделаем вот что-то такое. опыт, да, и даже если, ну, вот не хочется, в рамках какой-то дисциплины не получается сделать определенную тему, то всегда есть даже свободное время, ну, мы, например, с вами там даже всегда идем навстречу детям, если ребенок заинтересован, даже там приходит в свободный день, всегда мы находим минутку, чтобы он действительно сделал то, что ему хочется. вот, даже в рамках, там есть предметы, позашкинные заходы, в рамках которого можно отойти от темы и сделать выставочную работу, вот, поэтому очень много материалов новых, очень много всяких. Сейчас вот дети ходят и в галереи бывают, по крайней мере, вот у меня как-то такие вот подбираются родители, даже родители приходят и говорят, давайте мы соберем всех детей, вот и поведем куда-то, даже если вы не можете, вот там, вот я их возьму и поведу, вот всегда родители идут навстречу, всегда поддерживают, и детям это интересно. Есть еще один интересный, будет новость, вот буквально свежая новость, 40 минут назад, как получена из Киева, по поводу уровня профессионализма наших преподавателей художественных школ. Был звонок, вы знаете, в этом году состоялся очередной 12-й по счету, конкурс Шевченко, первый зал, обедаемся, браты мои. Так, по условиям конкурса, довольно серьезный, жесткий, очень большой, работы лауреатов в Харькове, простите, в Киеве, всегда они уезжают. У нас экспонируется работа дипломантов. Ну, как правило, Киев и государственный музей Шевченковский, оставляет их в своих запасниках, как методический фонд. Как правило, путешествует эта выставка по всей Украине. Вот сегодня присутствующие преподаватели были все в числе лауреатов, ездили со своими детьми, в разные годы были в числе победителей. Но, что сегодня прозвучало, был звонок из Киева, и директор музея Шевченкова в Киеве, поскольку 12-й, как бы ювелирный, делали это в Киеве, а не в Каньеве, подведение итоговое сказали. Но я обязана, я не могу не озвучить, что ни разу из Харькова не приезжали работы детей, где что-то было как бы свисовано. Вы понимаете, тема достаточно узкая. При всей нашей любви и уважении к Шевченко как личности, как, скажем так, это слово совершенно личное для Украины, творчество, годы идут, и дети определенное количество произведений знают, потому что это дети. Встречаются работы в других областях, где навеяны иллюстрации, вопрос о том, о чем говорила Людмила Гене, что идет видеоряд, кино, мультики, там еще что-то, какие-то иллюстрации, и есть соблазн, что-то понравилось, и штаб мышления. То вот в Харьковской работе со всей 12 лет, очень разные, декоративно-прикладного и картины наших детей, ни разу не было никакой работы по штабу. Даже если едет Катерина, допустим, никогда ни на работу самого Шевченко, не спроецировано буквально, ни на какие-то иллюстрации никакие. Вот она говорит, я не знаю, как это вам говорилось. Ну, мы, конечно, гордо сказали, да, мы чего-то такое можем, мы будем продолжать. Хотя, конечно, очень было приятно, я считаю, что вот это главный показатель именно профессионализма. Потому что делай как я, ну, как маленький элемент, конечно, должен быть, ну, а иначе как, мастер должен показывать и где-то помочь. Но давным-давно ни на одних наших конкурсах у членов жюри уже не возникает, я не слышу. А тут руку педагога видел. То есть, если еще 8 и 9 лет назад, честно скажем, да, иногда такое бывало, работаю, что, а профессион вам сразу скажет, ну, тут ребенку помогли, во-первых, это нечестно. Нет, вот там внутри, в своем учебном процессе делайте, что хотите, вам виднее, как вы ребенка будете развивать. Но когда речь идет о конкурсе детском, вот тут уже ребенок должен сам все, что он знает, умеет и так далее. И очень радует, нет. И последнее, допустим, в бисквитке было больше 350 работ к рассмотрению, мы здесь видим 40 мучек работ. И, понимаем, были там, допустим, какие-то свои вопросы, свои требования, свои претензии, это отдельный разговор, но ни разу не прозвучало, что тут преподаватель взял в руки либо кисть, либо там... Потому что там многое, свободное очень. Нет, ну все равно есть же искушение, а искушение, по-моему, да. Вот чуть-чуть сейчас вот тут подтянуло, потому что я сама была свидетелями, я скажу так, когда там очередной конкурс, как Рашевченковский, и что, и что-то, и я вот одна так, мне работа, честно скажу, не помню ни ребенка, ни школы, понравилась сама работа. Ну там была какая-то мелочь, вот, единственное, что помню, конь-всадик, на нем вот украинская тематика вот такая, но никак работы не может быть, и я и так, и я и сяду, а Константин Юрьевич пришел, говорит, сейчас я сделаю, продолжал два листом мочи, с большим пальцем он сделал несколько движений, все, совершенно другая работа, я только развела руками, но это теперь замечательно он, естественно, мы ее дальше уже не пропустили, то есть это было по-честному. Но для этого мне человек показал два-три движения профессионала, и я считаю, и еще и за это надо наших преподавателей уважать. Конечно, отправляя работу ребенка, он любит, обожает своего ученика и понимает, здорово, ты молодец, но хватает же силы воли не подправить. Вот это, наверное, самое трудное, потому что вот, видите, правда, но хватает силы воли, хватает так-то, извините, словности, уважения к себе, к детям, вот, и, а вы же знаете, вы, Вера Александровна, как руководитель этой галереи, видели, насколько разные творческие работы педагогов, да, вот, какие замечательные мастера батика, как работают два батика у в рейтинге, свое лицо, назначено. Какие работы у Татьяны Петровны, вот, вот, ставим педагогов и сразу мои нити в стекло, чье направление, какие замечательные работы у разных направлений у Ларисы Николаевны, какие куклы, которые, извините, было и такое шоу, потрясающая совершенно кукла авторская, исчезла. Ушла в мир. Ушла в мир. Мы расстроились, и я не знала, что автору сказать, вот, но потом мы поняли, что человек не смог соблазать с собой вот тот случай, что, ну, не смог человек себе переступить, настолько ему хотелось иметь, владеть вот этим замечательным совершенно. И знают наши педагоги все. И очень любят, уважают, любят и уважают и ценят наше народное наследие. У нас уже не стоит никогда вопрос для наших специалистов, когда, если это, допустим, кукла-мотанка, чтобы там было что-то нашито, в самой там кукле, или булавки, или там еще какая-то чепуха. То есть, если мы говорим об авторской церкви, ну, кукле современной, да, пожалуйста, человек иметь все, что хочет, то и делает. А если мы говорим о автентичном наследии, прекрасно понимать, что тут можно, а тут нельзя. У нас уже никогда у наших детей, когда я попадаю, судьба дарит вот такую возможность в других областях, работы детей, коллег, держава на тот центр приглашает. У нас уже нету такого, чтобы наши дети сделали замечательную работу, а потом взяли и усилили ее там какими-то непонятными блестками, там, или еще чем-то вот такой эклектики или безвкусицы, не присутствуют. И я всегда радуюсь, что наши нет. Когда у кого-то вижу, думаю, вот, недоросли, приезжайте к нам в Харьков, к нашим, моим любимым, дорогим. Тут еще есть момент, что детям же хочется это усилить. А мы можем только по силу грамотному, профессиональному педагогу объяснить, почему это нельзя, почему вот это будет лучше. Потому что, ну, делай, что хочешь. Вот с одной стороны, видите, они умеют индивидуально раскрывать личность, они все разные детки. А с другой стороны, вот как-то так, и ребенок не поймет, что его направляют. То же самое главное, они же от них уходят с совершенным чувством понимания, какие они гениальны. Я из Тамары Степановны, мы съем, она совершенно блестящий методист, человек, сама художница, ну, вы знаете, талантливая. Я тоже к ней пристаю с разными вопросами, иногда вызываю у нее улыбку, вот, как это все, этот механизм. И да, это, говорит, самое трудное. Я говорю, они обидно, когда проходит время, когда они имеют замечательный выставочный зал, потрясающий, они молодцы, они продолжают развиваться. И они делают проекты выпускников. Такие талантливые дети. И приходишь, ну, работа уже зрелого, наученного, уже мастера. И стоят рядом за ослой уже мальчики, девочки, гордые собой. И я задаю вопрос, они не забывают сказать спасибо преподавателю, что они выросли, вот это все они имеют, благодарят? Ну, не все. Некоторые, да, а некоторые считают, что я вот такой гениальный, вот там вот раз и все знаю, имею все эти сложнейшие законы, освещение, пропорции, всего этот. Это красиво на выходе, а процесс-то самый трудный, сложный, мучительный. Если чего-то достичь многолетний, и предела совершенства нет. Ну, мне кажется, они все заражены уже навсегда. Чем бы они ни занимались, все, они уже привиты к красивому, к творчеству. Даже когда-то была возможность с человеком, сообщаемым людям от нашего дела, извинитесь, милиционерам, задавала вопрос, а нет ли у вас случайно статистики, они же тоже наукой занимаются, по поводу детской преступности юношеской, вот в плане эстетического образования. Ему сказал, да, есть. Те специалисты, которые занимаются профилактикой детского правонарушения, ну, в детской комнатной милиции, 50-х дает. Ну, еще психику, там солдаты АТО приходят. Да, но это уже другое направление, арт-терапия, да. Но они сказали, что по статистике дети, которые прошли через художественные и музыкальные школы, в разы меньше идут на какие-то правонарушения и так далее. Другой интеллектуальный, другой эмоциональный опыт. Вот они действительно другие. Вне зависимости, будет он врачом петь, танцевать, строить дороги, ремонтировать или что-то делать. Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы? Ирина Пирасовна, Вы упомянули о выставке для дюйма, на варяк, кстати. Да. Оно еще работает? К сожалению, сегодня последний день, и сегодня было очень красивое торжественное закрытие. Вы знаете, они совершенно замечательно принимают проекты. Я знаю, я знаю. Вот они там совершенно все это очень красиво, очень здорово. И, конечно, мы сегодня с директором центра не постеснялись напомнить, что у нас есть не только Репинка, которая там была очень, конечно, красиво все это делали. И шестая школа искусства у нас есть и в городе, и в области, и мы готовы. Они открыты к сотрудничеству, но надеемся, что что-то получится там. Мы только за. Да, они там, они умеют принять детей. Совершенно там замечательно. Но мы любим и уважаем всех, кто нас принимает, кто к нам открыт. Это и галерея, и тут, и наши педагоги, и на Пушкинской, и там есть выставочные площади. Ну смотри, какое направление. И музей любит принимать и детей, и педагогов. И библиотека Станиславского. А теперь сами вышли на контакт. Харьковский литературный музей, который говорит, мы тоже хотим встретиться, общаться, и нам есть что рассказать и пообщаться. И исторический музей. То есть, ну, все, и это нас ждет впереди. Три стаатрах открываются, галереи. Да, да, поэтому принимают. И самое главное, что, понимаете, в этой сложной сегодняшней жизни материальной, сейчас там наркантильной, не все, слава Богу, начинают разговорить денег. Потому что, я не знаю, это раньше говорили, художник должен быть голодным, сейчас говорят, ничего подобного. Голодность не должно быть вообще. Все должно быть приятно, по дружбе, и хорошо, что вы есть, что вы нас принимаете, поддерживаете. Я очень благодарна. Потому что, кстати говоря, по-прежнему вот этот проект, когда в декабре наши педагоги показывают свое творчество, опять-таки только Харьков держится. Как бы трудно ни было, как бы не было, уже опустить руки, нет сил ни на что, все равно есть. И сегодня подходили из других школ, молодые педагоги, и спрашивали, ну, какие перспективы? Нам работать тут дальше, да. Да, конечно, мы будем делать большие работы, экспонировать, ну, чтобы не перепорудить. А также их большой анонс. У нас с 18 августа будет экспонироваться сборный всеукраинский проект, посвященный 25-летию независимости Украины. «Мы украинцы» будет называться. Как обычно мы будем делать, приглашаем всех, любителей и профессионалов, чем, в общем-то, отличиться. Но это наша принципиальная позиция, предпозиция галерей, экспонировать работы, делать такие вот сборные проекты. Поэтому присылайте работы, топите работ в любом абсолютно направлении, в любой технике на тему патриотического. Это детские или преподаватели? Это, если будут детские работы присылать, тоже. Конечно, мы их будем сложнее отбирать, но если будет много детских работ, то какую-то площадь дадим и детям. А до какого числа? До 1 августа на почту наших галерей, облгаллери.mc.com присылайте топите работ со своими контактами и о себе информацией. То есть, вы это берете и затем уже… Да, потом уже буду созваниваться и говорить, взяли, не взяли. То есть, до 1 числа присылайте работы, а 18 будет открытие выставки. То есть, до 10 числа я совершенно точно каждому сообщу… Ну, все, кто хочет еще показать свои работы в адресе… У нас несколько было таких проектов. Они получаются очень интересными. На тему нашей Украины. Любимая, делаем такую выставку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова